Привет! Это дневники чемпионата мира и сегодня 5 августа будут разыграны еще 6 комплектов наград. И у нас сразу для вас хорошая новость, потому что буквально пару часов назад россиянин Артем Сильченко принес для сборной России первую в истории награду в хайдайвинге. Но не буду отбирать хлеб у Александра Пшеничного, все подробности этих соревнований вы увидите в его сюжете. Мы же с вами отправляемся на плавание! Трудно было быть болельщиком сборной России в этот вечер. Но давайте обо всем по порядку. Мужской полуфинал, 100 метров вольным стилем, двое россиян, прекрасное плавание, морозов первый, сухоруков четвертый. И тут по стадиону прокатывается волна гула и непонимания. Напротив фамилии нашего чемпиона стоит незнакомая аббревиатура DSQ, означающая дисквалификацию нашего спортсмена из-за фальстарта. И это на его коронной дистанции, где Владимир без преувеличения считался главным претендентом на золото. Да, трудно было быть болельщиком сборной России в этот вечер. Друзья, честно говоря, я еще даже не отошел с дисквалификацией Владимира Морозова. Что-то нашей сборной в начале сегодняшнего дня дико не прет, потому что только что завершился полуфинальный заплыв, где Анастасия Зуева-Фесикова заняла только девятое место и не вышла, соответственно, в финал. Ну и буквально несколько минут назад завершился финальный заплыв на 200 метров вольным стилем у женщин, где Вероника Попова принесла сборной России деревянную медаль. Четвертое место пока без радостных новостей вообще. Хотя, с другой стороны, в этот момент на трибунах присутствовали и те болельщики, у которых поводы для радости были. Третье золото казанского мундиаля на 200 метровке кролем добыла американка Кэти Ледекки. По второй золотой заработали китаец Суньян на 800 метрах вольным стилем и британец Адам Питти на полтиннике брасом. А на 200 метрах бутерфляем у мужчин перенесовал венгерский атлет Ласло Чех. Главные же медальные надежды сборной России были связаны в этот вечер со смешанной комбинированной эстафетой, куда наши отобрались с четвертым результатом. Но уж если не прет, то не прет по полной. Пол бассейна отставания после первого этапа, где Настя Фесикова противостояла семерым мужчинам, почти бассейн после этапа Юлии Ефимовой, все еще восьмое место после бутерфляя Даниила Пахомова и в итоге подслащенная пилюля пятой позиции, на которую нас вытащил Владимир Морозов в соперничестве с семью девушками. Победу с мировым рекордом одержали британцы, сократив до минимума отставание от Соединенных Штатов в медальном зачете. И если вы думаете, что это все плохие новости на сегодня, то вы ошибаетесь. Почин пловцов поддержала наша ватерпольная женская команда, которая уступила в матче за пятые восьмые места команде Греции. И вот только теперь можно с уверенностью сказать, что все негативные новости сегодняшнего дня перечислены. И мы очень надеемся, что завтра наши спортсмены подарят нам много радостных моментов. Это были дневники Чемпионата мира. Ведите себя спортивно!